Красная и белая. Крымская, грузинская, армянская, греческая, итальянская, румынская. На вкус и цвет участники форума виноделия сегодня проверили десятки наименований. Начали с одной из главных визитных карточек Краснодарского края – кубанского вина. Как известно, виноделие – одна из активно развивающихся отраслей экономики Краснодарского края. Кубанское вино – это уже общепризнанный бренд. Виноделы края к 2024 году планируют увеличить экспорт до 445 тысяч декалитров. Появились субсидии, которые помогают высаживать виноград, обеспечивают виноградники шпалерой, приобретать саженцы. У нас в крае появляются новые питомники. Субсидии идут как с краевого бюджета, так и с федерального бюджета. Изюминку дает тот теруар, который мы имеем в крае. Ну и люди, которые как художники делают это прекрасное вино. Интерес проявили и грузинскому кинзмарауле. Как известно, в последнее время эксперты все чаще говорят о фальсифицированной грузинской алкогольной продукции. Здесь же, в Сочи, виноделы из Грузии уверяют – вопрос качества сегодня находится на очень строгом контроле. И возможность экспорта в Россию некачественного вина практически равна нулю. Я 80 стран мира продаю и везде у меня расширение продажи вперед и вперед идут лицом России. Был период, когда приостановлено было после этого, как на открылась, так и сто. Мы работаем, у нас очень хорошие, серьезные партнеры россияне в Москве и продаем. Я думаю, что русский народ грузинских вы знаете и любит и уважает. Мы тоже вас очень любим и уважаем. Форум виноделия, говорят участники этой встречи единомышленников. Здесь они делятся опытом, узнают мнение коллег, разбирают законодательство своей сферы. В рамках форума состоятся и международные слушания по развитию правового регулирования виноделия в России, странах Южного Кавказа и Балкан. Специалисты обсудят и один из важнейших вопросов – безопасность продукции. Все зависит от компонентов вина, наличия в нем химических факторов. Тот же диоксид серы, казалось бы, обычная добавка, но в больших количествах она вредит здоровью. Контроль этого вопроса – обязанность производителя. Сегодня конкуренция очень большая и, в общем-то, качество и безопасность будет на первом месте. Проверяет это Роспотребнадзор. И если они приходят с проверкой и документов нет вообще, сразу же штраф 300 тысяч. Если это второй раз, то штраф уже 600 тысяч. Если была какая-то жалоба, было отравление от какого-то производителя, штраф 700 тысяч и следующий уже миллион. И вплоть до закрытия и уголовной ответственности. По итогам форума будет составлен список лучших вин Черноморского побережья. Отличившиеся получат медали и рекомендации от экспертов. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.